Добрый день, дорогие зрители! Я рад вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня мы продолжим с вами рубрику «Ответы на комментарии». Спасибо, что задаю свои вопросы. Комментариев очень много, это радует. Значит, затронутая мною тема для вас актуальна, поэтому продолжайте задавать вопросы. Старайтесь все-таки вопросы задать максимально кратно и четко и понятно, для того, чтобы его было удобнее прочитать в перспективе и ответить на этот вопрос. Здравствуйте, доктор! У меня болит мама, по утрам давление 160, а через час 90 и меньше. Что делать и почему так? Я бы рекомендовал для вашей мамы для начала сделать монитор давления, для того, чтобы определиться все-таки с реальными цифрами и с реальными показателями. Потому что то, что вы замерили там пару раз, и у вас, грубо говоря, 160, а потом уменьшилось, это малоинформативно. Это не является показанием для того, чтобы назначать какой-то препарат. Начните вот с этой базовой диагностики, и уже более-менее будет ясно, что к чему. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у меня ХСМ, постоянно форма фибридов в предсердии, порог сердца, гипертонии, назначили вершиперон, террасимид, бисопролол, амладипед, варфарин, плазартан, аторвостатин и мельдромат весной и осенью. Это не очень много. Смотрите, если все диагнозы, которые вы сейчас написали, действительно у вас существуют и есть, то вот этот большой спектр препаратов, скорее всего, он оправдан, конечно. Единственный вопрос по вершиперону и террасимиду. Тут надо все-таки смотреть, сколько выражена сердечная недостаточность, смотреть УЗИ сердца и смотреть фракцию выброса. В любом случае, больше из этих препаратов, скорее всего, вам показано. Каждый препарат на что-то свое влияет. Но, тем не менее, в любом случае, УЗИ сердца сделайте и посмотрите фракцию выброса. То есть, ХСМ тоже разные стадии будут. Если это ХСМ-1, то, может быть, не стоит и вершиперон с террасимидом принимать. Может быть, оставить что-то одно. Поэтому подумайте над этим. Март Хазип сейчас связан с падением давления у гипертоника временами, причем до потери сознания. Возможно, это связано. Тут есть две основные причины. Первая – это неправильно подобраны препараты. То есть, либо дозировка слишком большая, либо вы неправильно распределяете время. Может быть, препаратов много, и они слишком снижают давление, например. Это первый вариант. И второй вариант, что это с давлением не связано. В любом случае, если это происходит постоянно, то есть, достаточно часто, лучше, конечно, один раз сделать вот это совместное мониторирование, и холтер, и монитор давления одновременно повесить, и постараться вот на этот эпизод попасть для того, чтобы точно определиться уже, связано это с давлением или нет. Потому что зачастую это может быть вообще с давлением никак не связано. Может быть, это какая-то сосудистая проблема неврологического характера. Сделайте вот эти два диагностических момента, и я думаю, что вы ответите на этот вопрос. У меня давление 141 на 116. Как снизить нижнее? Не существует, к сожалению, методов, которые снижают отдельно или систолическое, или диастолическое давление. В любом случае, если вы, например, принимаете препарат, то у вас будет снижаться как систолическое, так и диастолическое. Здесь нужно понять, конечно, причину, в первую очередь, постараться. С чем же это связано? Было ли у вас какое-то обследование до этой линии? Какой у вас возраст, вес? Есть ли физическая активность? Очень много вопросов. Вот так сразу ответить, как снизить нижнее, то я вам отвечаю, что нельзя отдельно снизить диастолическое давление. Подскажите, пожалуйста, вот у меня нормальный давление 120 на 90, а когда 130, мне полуха 140, открывается рвота, и без вскоре не обхожусь. Но когда поднимается до 190 и до 200, я чувствую себя хорошо. Почему так? То, что вы говорите, что у вас при 130 и при 140 вам плохо, а когда у вас 200, вы, так скажем, чувствуете себя неплохо, я очень часто с таким сталкивался в своей практике и могу вам с уверенностью сказать, что, скорее всего, вот это ощущение тошноты рвоты с давлением, наверное, не связано у вас. Если вы при 190 и при 200 ходите нормально и не чувствуете, для вас 1340, поверьте мне, абсолютно ничего не значит. Для того, чтобы убедиться в правдивости моих слов, я вам рекомендовал монитор давления повесить на сутки, на 24 часа и посмотреть. И вы, так скажем, будете в ней четкости записывать и посмотрите, когда у вас вот это чувство тошноты и рвоты было. И я думаю, что вы удивитесь, когда вы увидите, что у вас в течение дня было несколько показателей, которые выше 130 и 140, и при этом мы, скорее всего, ничего даже не чувствовали. Поэтому я думаю, что здесь чисто психологический момент. Я думаю, что тошнота, вот, скорее всего, непосредственно с этим давлением не связана. Большой комментарий здесь получился. Виктория Кучерова пишет. Здравствуйте, мне 19 лет. Ну, я думаю, что вы прочитаете здесь тоже несколько лет постоянно сенсит эхикардии. Второй год пью караксан, снижает пульс. Значит, все проверяли. И щитовидку, и, значит, гормоны, надпочечники, на УЗИ сердца, УЗИ большинской полосы, значит, все анализы. Избыточный вес и нет, наоборот, худая. Последний год появились изменения холтера, которых не было. Эдроваку Т. Прошла кардиологов. Рекомендует караксан пить дальше. Замочится своим плаке. Смочится физические нагрузки не переношется совсем. Жить нормально не могу. Но, Виторий, смотрите, я, конечно, ни за что не поверю, что нельзя подобрать какую-то физическую активность, которая вам понравится. То, что вам не нравится, я не отрицаю. Может быть, действительно, бывают люди, которые к спорту так равнодушны. Но я думаю, что какую-то физическую активность вы для себя все равно выработать можете. Может быть, это и не совсем подвижные будут какие-то виды спорта. Может быть, это все-таки ближе, например, к йоге. Может быть, это какие-то дыхательные упражнения. Сигун попробуйте. То есть, я думаю, что здесь вам нужно поработать еще с психологической точки зрения. Если у вас соматически нет проблем, вот вы говорите, что все обследования прошли, у вас все хорошо. Просто назначать караксан, это, конечно, тоже не совсем разумно, потому что караксан, ну, серьезный препарат, действительно уезжает пульс. Но сколько вы его будете принимать? Всю жизнь? Ну, это тоже неправильно. Я думаю, что вам нужно поработать с питанием обязательно. То есть, возможно, у вас дефицит массы тела есть наоборот. Второе, проработать вопрос с режимом. Может быть, проблемы со сном есть. Может быть, какие-то психоэмоциональные факторы. Может быть, стресс на работе, там, в личной жизни что-то. Я думаю, что у вас все-таки дорога непосредственно к решению вопросов с психоэмоциональными факторами. Попробуйте в этом направлении двигаться. Попробуйте сходить к психологу. Еще раз повторюсь, очень хорошо помогает различные гимнастики, дыхательные гимнастики, например, там, различные цигоны и так далее. Я думаю, что вам надо в этом направлении двигаться. Если не любите физическую активность, окей, попробуйте что-то другое. Но я думаю, что вам нужно в этом направлении двигаться. Здравствуйте, мне сделали РЧА сердце месяц назад. Сейчас при ходьбе долгой физической нагрузки. Пульс 100-120. Это норма гимнастики. То, что при нагрузке и ходьбе у вас 100-120, это, в принципе, не критично. Все зависит от интенсивности. Я бы рекомендовал, учитывая, что РЧА месяц назад сделали, конечно, повторите холтер обязательно. Я думаю, что вам в рекомендации как написали. Потому что после операции радиочастотной абляции, все-таки через месяц холтер обязательно рекомендуют. Поэтому сделайте холтер, посмотрите, какой средний пульс, как вообще сердце справилось вот с этой операцией. Ну и, конечно, с гемогламином надо поработать. 105 низковато. Скорее всего, надо посмотреть, нет ли дефицита железа у вас, и посмотреть, ну, все фракции там железа будут. В лабораторию, если придете, я думаю, что вам скажут. Там сыворочное железо, ферритин, коэффициентное осыщение трансферина железа, вообще, ну, много там всяких параметров. Поэтому я думаю, что вот с железом надо определиться, с гемоглобином в первую очередь, и сделать холтер. После этого, я думаю, картина прояснится. Добрый день, уважаемый доктор. У меня полная неприносимость лактозы. Лактоза значит практически во всех таблетках. Надо все зачитывать, не буду. Итог такой, что пациента не принимал и приилы, и сатана не подходит, и физиотенз. В общем, практически все лекарства перепробовали. А давление все равно высокое. 72 года, гипертония уже 10 лет. Здесь очень важно, конечно, понять, есть ли у вас какая-то не медикментозная часть лечения вашей гипертонии. То есть, используете ли вы дыхательную гимнастику, используете ли вы ходьбу или физическую активность какую-то. Да, действительно, препараты вы много перепробовали, но я вот здесь не вижу бета-блокаторов. Может быть, вам попробовать, имеет смысл попробовать бета-блокаторы. Они тоже снижают давление, они, правда, немножко урежают пульс. Я думаю, что какую-то оптимальную схему подобрать можно все-таки. Поэтому, если конкретно ответить на ваш вопрос, то вы еще не пробовали здесь бета-блокаторы. Я думаю, на сегодня достаточно. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Всего хорошего и не болейте. Пока. Пока.